Ну и не забыли мы, конечно, о веселой джинке-пружинке. Всем хомо привет! Привет вам от Кукусика! Давно мы с вами не виделись. Сколько уже времени прошло, как мы просили вас написать, кто же по вашему мнению самое классное и популярное животное на ютуб. И вот с помощью ваших комментариев мы определили несколько претендентов на номинацию самой красивой или скорее популярной собаки. Ну-ка, ну-ка, кого же вы написали? Знаешь, это даже удивительно. Оказывается, на ютуб огромное количество блогеров, владельцев собак. Давайте с вашей помощью выберем самую любимую и самую популярную на русскоязычном ютубе собаку. В этом видео мы назовем тех собачек, которые набрали наибольшее количество комментариев под видео «Кто самый красивый питомец на ютуб?». Спасибо всем нашим подписчикам, которые писали комментарии и лайкали посты с их любимыми животными блогерами. Сегодня же мы выбираем самую популярную собаку ютуба. Сложно выбрать. Я бы поставила лайк всем. Ну а вы ставьте лайки под комментариями с теми супер собачками, которых вы больше всего любите. Посмотрим, кого же выберут зрители. Очень многие писали о кумачане, милой и потешной собачке Ивангая. Няшный вид этой популярной собачки покорил сердца миллионов зрителей. Как можно не расплыться от мимишности при виде этого пушистого медвежонка? Ставьте лайк под комментом с его кличкой и поддержите вашего любимца хорошими пожеланиями победы. А если вам нравятся все, не скупитесь. Ставьте лайки всем, как я. А у Саши Спилберг не одна собака, но очень популярной в последнее время стала милашка Тина. Это маленький щенок, которого Саша подарила своему дедушке на день рождения. Саша обещала, что будет рассказывать в своих видео о жизни своего нового питомца. Так что поддержим Тину лайком и ждем новых видео о ее счастливой собачьей жизни. А еще у Саши живет две милые собачки, почти близняшки. Это Дасти и Кетчер. И по-моему, первыми на русском ютубе заговорили именно собаки Саши. Если я что-то путаю, пишите об этом в комментах. А это так прикольно, когда животные разговаривают. Ну не знаю. Ты так вообще, по-моему, молчать не умеешь. Хотя вроде хомяк. Да ну тебя. А с кем как ни со мной можно поговорить про милоту и няшность питомцев-ютуберов? Я вот, например, обожаю белых собачек. А Татошка Маши Вэй самый белый и пушистый из всех мне известных собак. Так он же не собака, а разрушитель. Вон что творит, пока Маши дома нет. Да ну тебя. Всем поиграть хочется. А потом складываешь лапки, делаешь умные глазки и все. Тебе все простят. Кому нравится Татоша, поставьте скорее лайк. А то стрелка не угомонится. Это не все, кто мне нравится. Еще я считаю, что очень миленькие собачки на канале Виктория Крокус. Там их трое. Но самая популярная, наверное, Шарлотта. Это рыженький породистый шпиц. Они очень много видео на канале Виктории. Кому нравится Шарлотта, ставьте ей лайк. У Шарлотты есть подружка. Это брюнеточка Синди. Кто любит черных собачек, придет в восторг от ее пушистой и густой шерсти. Да, такой пушистости любая собачка позавидует. Нелегко приходится хозяйке ухаживать за такой красотой. Кто любит Синди, ставьте ей лайк. Ну и еще один член этой огромной семьи, это Далматин Фике. Невероятно умная собачка. Участник и победитель выставок. Любитель отдыха на море, но боится воды. Ну что ж, у всех бывают свои страхи. Зато красотка какая. Нравится Фике? Поддержите ее лайком. Знаешь, стрелка, а ведь бывают очень популярные собаки-дворняшки. Многие из наших зрителей хорошо знают Шарика с канала Хомки. Да, он не нуждается в представлении. Участник роликов популярного канала снимался в клипах. Популярность Шарика просто поражает. Все, кто за простую красоту Шарика, не стесняемся, ставим ему лайк. А теперь, наверное, самый популярный канал, самый добрый и самый собачий. Это Мэджик Фэмили. Там живет не одна собака. И все они популярные дох-блогеры. И очень трудно определить, кто из них круче. Первое, о ком вспоминают при слове Мэджики, это, конечно, Юми. Озорная собачка, школьница, непоседа, болтушка, влюбчивая и любопытная. Кто любит Юми, ставьте ей лайк и пишите добрые пожелания победы. А я восхищаюсь умницей Эйвоном. Он всегда все узнает, все выяснит и разберется, какие у него глаза, влюблены в них навеки. Я голосую за Эйвона. Кто со мной, ставьте лайк и пишите ему коммент. А мне нравится Миша, красоточка, застенчивая кокетка, добрая и милая. У нее такая непростая судьба. Я ставлю лайк Мише. Все, кто со мной, присоединяйтесь. А еще я очень хочу, чтобы вы поддержали в этом конкурсе Софи. Бедная девочка переболела. Мы все так переживали за ее судьбу. Так что желаем ей окрепнуть и поскорее радовать нас в новых роликах. Всех-всех прошу, поставьте лайк Софише. Пусть она будет еще более здоровой от ваших теплых и добрых лайков. Ну и не забыли мы, конечно, о веселой Джинке-пружинке. Это не просто собака, а певица, актриска, а еще она путешественница. Ее хозяйка Элли никогда не расстается со своей питомицей и берет ее в свои путешествия по миру. Любите Джинку? Поставьте за нее лайк и напишите коммент поддержки. Я знаю, что нас смотрит много элиты. Да, мы не назвали всех собак ютуберов, но мы выбирали тех, кто самые популярные и о ком вы писали в комментариях. Так что поддержите любимого Дог-блогера лайком и комментом. А если как я любите всех, ставьте лайки всем. А в следующем видео о звероблогерах мы будем выбирать самую популярную кошку на русскоязычном ютубе. Так что если вдруг вы забыли написать кличку своей любимицы, скорее под видео «Кто самый красивый питомец?», ссылка на него будет в конце этого ролика. Пишите имя любимого кота или кошки, и они обязательно попадут в наш ролик. А сейчас всем хома пока. Хома пока. А пойдем-ка Куки похомячим что ли?